Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал 6 ТВ. В эфире актуальное интервью. Прошли длинные новогодние праздники, которые были прекрасным поводом встретиться с друзьями, родными и близкими. Очень часто эти встречи происходят за праздничным столом. Что нужно делать? Для того, чтобы от этих встреч была только польза, ни в коем случае никакого вреда для здоровья они не принесли, мы сегодня поговорим с стороне Татьяной Васильиной. Здравствуйте, Татьяна Васильевна! Заместителем директора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Хабаровского края. Татьяна Васильевна, вот я уже сказала, что очень много было во время новогодних праздников встреч между друзьями и родными. И праздничный стол – это неизменный атрибут у нас в стране, в России всех новогодних каникул. Вот что делать, чтобы эти встречи не нанесли слишком большой ущерб нашему здоровью? Ну, во-первых, новогодние праздники подошли к концу. Вот. И для того, чтобы восстановиться после новогодних праздников, в первую очередь нужно все-таки убрать из холодильника новогодние блюда. К сожалению, про селедку под шубой нужно забыть. Да. Убрать блюда, убрать майонезы, убрать соусы, убрать соленые огурчики. Начать все-таки питаться правильно, то есть больше употреблять овощей и фруктов, выстроить режим питания такой, который он был до Нового года. Это самое главное. Во-вторых, мы очень долго спали. Да. Но выспаться… Поздно ложились, поздно вставали. Да. Но выспаться в проках хотелось бы в любом случае не получается. Поэтому нужно выстроить режим сна. Нужно все-таки вовремя засыпать, чтобы утром на работу вовремя все-таки просыпаться и с хорошим настроением просыпаться. В-третьих, конечно, нужно до минимума снизить все-таки употребление алкоголя. Как бы вкусно, может быть, нам не было на Новый год, но все-таки праздники кончились, нужно восстанавливаться. Ну и, конечно, заняться активными какими-то физическими упражнениями. Почему? Потому что набранные немножко, может быть, килограммы лишние, однозначно ни диетами, ни голоданием не уберешь. Это надо увеличить физическую активность. Ну вот если начать разговор с правильного питания, какие продукты вы бы посоветовали включить в свой рацион для того, чтобы убрать, может быть, тот не совсем большой вред, который мы нанесли себе многочисленными, очень вкусными салатами и различными напитками. Вот если мы с вами будем говорить не про индивидуально каждого человека, а возможно, что у него какие-то предпочтения есть или какие-то даже медицинские показания по употреблению продуктов. Мы будем говорить про популяцию. И в первую очередь, о чем я хочу предостеречь, это от голодания. Почему? Потому что, во-первых, нехватка белка в организме снижает мышечную массу. Голодный человек, конечно, не будет заниматься физическими упражнениями. Мышечная ткань замещается очень быстро жировой тканью и идет наоборот набор веса. И второе, это нарушается метаболизм. То есть всасывание белков, жиров и углеводов. Когда в организм не поступает определенное количество, нужное количество, это для организма стресс. И он у нас тоже естественный интеллект, который говорит так, если в следующий раз вдруг такое придет, возьму-ка я, запасусь этими. То есть замедляется метаболизм, замедляется процесс всасывания этих питательных веществ и снова идет набор веса. Поэтому голодание – это не пример восстановления массы тела собственной. Это обязательно. Это прям медицинские противопоказания. С другой стороны, как я уже сказала, существуют принципы правильного питания. Это, естественно, сбалансированность. То есть это баланс между потреблением энергии, то есть питанием, и расходом энергии, то есть физической активностью. Если это будет все вровень, то есть сбалансировано, никакого ни набора веса, ни каких-то заболеваний, в общем-то, не будет прилипать к человеку. То есть это, наверное, овощи и фрукты, которые нам нужно больше включить в наш рацион. Это какие-то твердые углеводы. Да, 400 грамм, не менее 400 грамм овощей и фруктов в день, и не более 5 грамм, это одна чайная ложка без верха соли. Это основные, получается, принципы правильного питания, которые составляют критерии здорового образа жизни. Ну и, конечно, мы не можем забыть про молочные продукты, которые, я считаю, что необходимо включить в свой рацион, особенно кисломолочные продукты. Уже мы, телезрители, хотим напомнить вам небольшую рекламу кисломолочных продуктов, которая была прекрасно сделана в замечательном советском фильме «Гости из будущего». Ну, что ты всё жуёшь? Соскучился по натуральной пище. Ну, что у нас на борту? Пилюли, таблетки, в лучшем случае консервы. А ты кефир местный пробовал? Ага, была бы моя воля, взял бы с собой бутыл две, ящик. Ящик, ящик. Приземлённая ты субстанция. Местный кефир. Так вот, нужно ли его пить и насколько он полезен? Нет, кисломолочные продукты, в общем-то, полезны для кишечника, для функционирования микробиота кишечника. Но разговор идёт, конечно, о каком-то местном продукте, и, конечно, то, что иногда мы покупаем в магазине, не соответствует немножко тому, чего хотелось, но если человек уверен, и если для него это вкусно, и не вызывает никаких побочных каких-то эффектов, то, конечно, с удовольствием, ради бога, кефир обезжиренный, вопросов... Пожалуйста, только исключительно польза. По статистике есть такие данные, что россияне стали меньше пить крепких спиртных напитков. Это так? Вот если говорить о статистике, то показателя количества потребляемого алкоголя пока не существует. То есть есть методика расчёта, но его ещё никто не рассчитывал. Если статистически говорим о статистике, то это показатель розничной продажи алкоголя на душу населения. Хочу сказать, что по итогам 2022 года, а это годовой показатель 2023 года, то при плановом показателе 6,1 литр этанола на душу населения... В течение года всего. Да, в Хабаровском крае он составляет 9,8 литров этанола. Это большая цифра. Большая, и причём это же рассчитывается на численность всего населения в регионе. То есть там от нуля получается. То есть если убрать ещё и несовершеннолетних детей... Ну, от динцов или очень пожилых людей. Да, конечно, это будет немножко больше. В России это показатель 3,1. Но скажу, когда мы начинали говорить о критериях здорового брожения, существует 5 показателей, по которым оценивается доля лиц. Это статистический показатель. Вот. Это, как мы сказали, овощи 400 грамм, фрукты. Дальше менее 5 грамм соли. Полное отсутствие курения. Это алкоголь в минимальных дозах. И это физическая активность 150 минут умеренной и 70 минут всего лишь интенсивной в неделю. Это человек-взожник. Так вот, в Хабаровском крае по сравнению с прошлым годом показатель вырос. Он составляет 5 процентов. Общий российский составляет около 9. Вот. 5 процентов. И мы вышли на 66 место. В прошлом году у нас было 3,9. Всё-таки у нас получается людей, которые ведут здоровый образ жизни, в Хабаровском крае стало больше. Да, это здорово. Конечно, это прекрасно. И в том числе это и вашему центру общественного здоровья плюс. Потому что пропаганда здорового образа жизни – это, наверное, неотъемлемая часть вообще любой пропаганды любого государства. Да, это наша цель и задача. И мы люди оптимисты. Мы думаем, что в любом случае этот показатель нас каждым годом будет расти. Но для этого ещё нужно человеку всё-таки быть физически активным. Почему говорю именно про физическую активность? Потому что, во-первых, региональным планом мероприятий, которые планирует Министерство здравоохранения Российской Федерации, каждая неделя соответствует какой-то тематике. Эта неделя – это неделя пропаганды активного образа жизни. То есть нужно обязательно отличать физическую активность от спорта. То есть разговор идёт не о спортивных клубах, не о тренажёрных залах и не о спорте высших достижений. Физическая активность – это любое движение скелетных мышц, которые требуют затраты энергии. Даже просто прогулки. Даже просто прогулки. То есть прогулки – это у нас аэробные нагрузки. И если тренажёрный зал – это 2-3 раза в неделю, пожалуйста, это здорово. Это анаэробные нагрузки. Чередовать их нужно обязательно. Но польза аэробных, то есть на воздухе, прогулок, конечно, намного больше. И хочу ещё сказать о том, что понятно, что мы говорим сейчас на популяцию. Но существуют ещё индивидуальные какие-то особенности у человека. Поэтому если субъективно у вас есть какие-то проблемы, то есть одышка появляется, боли загрудинные появляются. Если вам больше 45 лет, если у вас головокружение при физической нагрузке, обязательно нужно обратиться к врачу. Сначала пройти обследование, а потом заниматься всеми остальными видами, которыми вы хотите заниматься. Это, конечно, очень важно. Но я думаю, что всё равно какая-то физическая нагрузка, она совершенно необходима человеку. И, может быть, Новый год, особенно неделя пропаганды здорового образа жизни. А это, может быть, будет поводом для того, чтобы наши телезрители, посмотрев этот выпуск программы, подумали, а не начать ли мне какую-то физическую активность. Ну, например, хотя бы начать утренние зарядки. Вот как пример утренней зарядки, уважаемые телезрители, посмотрите еще один небольшой фрагмент прекрасного старого советского фильма «Джентльмены удачи». Выше ноги, не филоник. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Встали, в середину. Раз, два, три, четыре. Раз, два. На месте шагом. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Всё. И. Раз, два. Три прихлопа. Раз, два. Два притопа. Раз, два. Выше ноги, колени не сгибать. Раз, два. Раз, два. Раз, два, два. Оп. 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 Раз, два. Хорошо. А теперь переходим к водным процедурам. Хорошо. Хорошо же. Доцент, у меня насморк. Пасть порву. Только ты знаешь. ну да это конечно очень действительно позитивный ролик вот но здесь конечно немножечко более экстремальные уже виды так сразу не нужно завтра натираться снегом во дворе это однозначно вот ну что говорю зарядка в принципе зарядки тоже рознь если вы утром 10 15 минут размяли просто свои мышцы размяли свои суставчики это очень хорошо вот и обязательно еще раз скажу о том что если у вас при физических нагрузках состояние самочувствие хорошее вы должны сначала увеличить кратность нагрузок потом увеличить интенсивность потом увеличить амплитуду то есть существует есть моменты когда нужно нарастать немножечко допустим физическую активность если человек к этому стремится но еще расскажу 150 минут средней интенсивности физической нагрузки в неделю это 10 15 20 минут 5 раз в день этого будет достаточно чтобы считали себя себя зожником я думаю что 15 минут в день это совершенно достижимая цифра для любого человека вот если человек все-таки не обращает на рекомендации внимания идет малоподвижный образ жизни какие заболевания чаще всего будут его преследовать но мы с вами уже начали говорить о том что вот есть баланс до который должен существовать когда человек потребляет энергии когда он и расходует если дисбаланс появляется то есть человек малоподвижный образ жизни ведет соответственно у него увеличивается масса тела избыточная масса тела ведет гипертонии дальше это риск а инфарктов и инсультов это риск эндокринных заболеваний это риск заболеваний кожно мышечных косно мышечной системы ну и даже нарушения репродуктивного здоровья поэтому физическая активность это так незначительно незначительное вложение да собственное здоровье которое в принципе вот позволит вам потом в будущем как-то вот ну отсрочить наверное может быть какие-то болезни не каких-то возрастных проблем которые могут быть а вот подскажите и вот эти проблемы как с которыми человек люди сталкиваются при ведении малоподвижного образа жизни это в основном проблемы более пожилых людей или молодежь также сталкивается с ними нет конечно эта проблема сейчас и молодежи в том числе и в первую очередь почему-то у нас наоборот а пенсионеры люди предпенсионного возраста берут скандинавские палочки занимаются хэтбой очень много гуляет у них есть и более возможность у нас современный век который дал нам автомобили дал нам интернет дал нам возможность в принципе не вставая с дивана переключить телевизор или позвонить по телефону поэтому это наша трагедия нашего века потому что у нас молодежь не хочет двигаться поэтому у нас очень много даже скажу около 36 процентов увеличение первичного ожирения среди молодежи это очень серьезная это серьезная да поэтому я еще раз говорю не призываю людей срочно бежать тренажерные залы просто нужно встать нужно что-то сделать нужно размять мышцы нужно просто пройтись нужно выйти за одной остановку до нужной тебе пройтись подняться два этажа вместо лифта пешком и уже в принципе это будет очень полезно для здоровья потом организм нам скажет спасибо татьяна васильна спасибо большое я думаю что таким прекрасным рекомендациям последует большинство наших телезрителей и в завершении программы вот буквально несколько слов о том все таки с какого возраста следует начинать заботиться о своем здоровье ну наверное с момента проникновения сперматозоидов яйцеклетку и желательно чтобы сперматозоид и яйцеклетка были трезвыми и не курили образ жизни о котором мы с вами говорили закладку здоровый образ жизни начинают конечно родители с момента вынашивания беременности рождения новорожденного дальше подключаются педагоги детских садов педагоги школ вот медицина это профосмотры один раз в месяц для детей до года и один раз в год для детей до 17 лет и дальше он наступает 18 и вся забота перекладывается на человека и тут уже очень важно ответственно относиться к собственному здоровью спасибо большое напомню вам уважаемые телезрители что у нас гостях была таранец татьяна васильна заместитель директора центра общественного здоровья министерства здравоохранения хабаровского окрая вы смотрели телеканал 6 тв актуальное интервью будьте здоровы и счастливы а а а а